Прослужил в корпусе морской пехоты Соединенных Штатов. Прослужил я там 4 года, а затем я стал полицейским. Я работал полицейским 6 лет, а затем я начал разоблачать преступников в моем правительстве. Это не было популярно в моем правительстве. В конце концов, в мой дом ворвалась группа агентов ФБР, и мне пришлось бежать, и я бежал в Россию за политическим убежищем. Мое мнение о ситуации таково. Вы знаете, что на самом деле этим движут западные преступники, в основном американские. Они знали, что произойдет, пытаясь подтолкнуть Украину к вступлению в НАТО. Берни Сандерс – один из наших самых либеральных и неумных политиков, и даже он стоял перед Конгрессом до начала этого конфликта, говоря им, что не стоит пытаться втянуть Украину в НАТО. Я думаю, у меня есть твердая уверенность в том, что мое правительство поставляло оружие, чтобы вызвать большую часть этих разрушений. И мое правительство имеет очень долгую историю поставок оружия очень плохим группам людей – экстремистам, фашистам, террористам. И этот случай ничем не отличается. Есть несколько каналов, которые сообщают об этом именно так, как это происходит здесь на самом деле. Но эти каналы блокируются правительством США и этими технологическими компаниями, потому что они не хотят, чтобы правда была понята. Другие. Есть один канал под названием «One America Network», и они довольно хороши в освещении того, в чем участвует наше правительство. Он, вероятно, самый большой, но кроме этого не так и много. Вы знаете, это просто в основном независимые люди, такие, как я. Я думаю, что люди совершили огромную ошибку. Американский народ избрал клоуна. Они получают именно то, что заслуживают, и у меня нет никакого сочувствия к ним. Я думаю, что это позор. Вы знаете, я думаю, что нам нужно пригласить президента Лукашенко и позволить ему провести четыре года с американским президентом, чтобы очистить страну.